Обновления коммерческого транспорта случаются редко, а когда происходят, то чаще приносят перемены технического толка. Доказательство тому — Mercedes Sprinter, примеривший свежие конструкторские решения. Так, дизельный двигатель серии OM654, что был прерогативой строго заднеприводных версий, теперь ставится на спринтеры со всеми типами привода. В гамму входят четыре исполнения мотора, отдачей от 114 до 190 сил. При этом агрегат получил новое покрытие стенок цилиндров, уменьшающее трение, а также другую систему выпуска выхлопных газов. Вдобавок двухлитровая турбочетвёрка сделалась менее шумной и вибронагруженной. Следующий пункт обновленческой программы — внедрение девятиступенчатого автомата взамен с семидиапазонной коробки. К слову, на полноприводных машинах первая передача девятиступки замещает отсутствующую понижайку. Но куда любопытнее другое. В систему полного привода оказалась внедрена новая многопозиционная муфта, что способна полностью передавать крутящий момент либо на задние, либо на передние колёса. Наконец, для фургонов отныне можно заказать не сдвижную дверь, а створку автобусного типа, что автоматически распахивается при приближении водителя. И это очень удобное решение для служб доставки. В родной Германии улучшенный Мерседес начнут предлагать буквально через неделю-другую, но до России доедет, очевидно, попозже. Российское подразделение компании Ивека провело рекордный заезд, в рамках которого тягач «Стралис» на сжиженном метане прошёл на одной заправке две тысячи километров. Правда, рекорд был установлен без груза. Между тем, это важное событие, поскольку российские перевозчики сейчас активно интересуются альтернативными солярки видами топлива, а сжиженный, не путать с сжатым, метан сулит почти двукратную экономию. Впрочем, такой тягач на треть дороже дизельного, а его техобслуживание проводится чаще и стоит дороже. Однако при активной эксплуатации общая стоимость владения газовым грузовиком выходит на 40% меньше, чем для дизельного аналога. Сразу отметим, что подобная техника не сможет работать по всей стране. Причина — в скромном количестве криогенных АЗС. До 2023 года запланирован запуск только лишь 80 станций на 12 главных магистралях. Субтитры создавал DimaTorzok